Продолжение следует... Сегодня тема этого вебинара «Религиозный фактор в истории российского государства». И я хотел бы поделиться с вами своим опытом преподавания этого предмета. Ну, вернее, сам предмет называется несколько иначе все-таки. Я его преподаю в Санкт-Петербургском государственном университете для иностранных граждан на английском языке. И он называется «Внешняя политика России и Русская православная церковь». Ну, в том числе в рамках этого предмета я достаточно много внимания уделяю и историческим сюжетам. И я думаю, что это было бы интересно и для учителей средних школ, поскольку действительно православие и религиозный фактор сыграли большую роль в становлении российского государства. Ну, конечно, есть определенная специфика, каким образом это можно объяснить гражданам России и иностранным гражданам. Поскольку мы и Западная Европа, и США, и Запад живем в несколько разных реалиях. Конечно, в России роль религиозного фактора намного выше. Речь идет о том, что Русская православная церковь играет большую роль в общественной жизни у нас в России, чем это происходит на Западе. И вот именно с этим связана специфика этого предмета. То есть то, что может быть понятно российскому гражданину, зачастую непонятно гражданам других государств. И требуется определенное объяснение. Объяснить, почему именно таким образом, какую роль играет религиозный фактор в истории России, и как это повлияло на современное положение. Поскольку не секрет, что Европа и Соединенные Штаты Америки для этих государств, в принципе, характерно отделение церкви от государства более жесткое, чем это происходит в России. И вот с позиции западного наблюдателя в России нет разделения церкви и государства. Хотя в нашей Конституции, как известно, записано, что Россия – это светское государство, и церковь от государства отделена. Но тем не менее, вот у западного наблюдателя зачастую сталкивается такое впечатление. И почему это происходит? Вот об этом главным образом я предлагаю сегодня поговорить. Ну, в целом, наверное, как обычно, вот я начинаю эту дисциплину. Я рассматриваю прежде всего, начиная, вернее, начиная с различий между тремя основными ветвями христианства. Вот на этой схеме можно видеть основные события, которые происходили в истории христианства, начиная с первого века нашей эры. Изначально у меня презентация была на английском, вот, к сожалению, частично, вероятно, я забыл ее перевести. То есть, соответственно, здесь у нас указаны три ветви – католицизм, протестантизм и православие. И вот я обращаю внимание, как правило, студентов на то, что у нас произошел раскол между католичеством и православием в XI веке, когда патриарх Константинопольский и римский папа предали друг друга в анафеме. Далее, вот из таких важных событий, опять же, это реформация XVI века в Европе, отделение протестантизма. И мы видим, что протестантизм не представляет из себя какое-то единое течение. То есть, на это тоже имеет смысл обратить внимание. В протестантизме есть очень много деноминаций, основные из которых вот здесь у нас показано. Также вот на этой схеме можно видеть попытку воссоединения между католиками и православными. То есть, это вот различные унии, которые планировались, в частности, флорентистские унии. Здесь у нас показано. Далее можно также обратиться в следующей схеме. Здесь уже более подробно можно посмотреть, какие события происходили в истории православия. Но вот здесь, опять же, вы видите, обозначена великая схизма или великий раскол XI века на католичество и православие. Флорентистская уния XV века, попытка воссоединения этих двух направлений, которые провалились, как известно. Если говорить уже о русской православной церкви и о тех событиях, которые происходили в рамках РПЦ, то это XVI век, учреждение патриаршества и независимость фактически русской православной церкви от Константинополя. Первый раскол XVII века, вызванный реформами патриарха Никона. Вот здесь вы видите старообрядцы, разделение на официальную русскую православную церковь и старообрядчество. С точки зрения старообрядцев, в принципе, можно их рассматривать как, и некоторые авторы именно так делают, как русских протестантов. Поскольку в рамках старообрядчества также есть много различных направлений, толков, согласий, и можно провести определенную параллель между старообрядцами и протестантами. Второй раскол, который здесь опять же я обозначил, это уже разделение, которое произошло после революции. То есть, видите, что в XX веке образовалась русская православная церковь за границей, и, соответственно, осталась русская православная церковь, которая находилась на территории Советского Союза. И далее, уже в XXI веке, происходит воссоединение этих двух церквей. В 2006 году был подписан акт о каноническом общении, который был принят большинством русской православной церкви за границей, но не всеми ее направлениями. И вы вот здесь, опять же, на этой схеме видите истинную русскую православную церковь, которая это так не приняла. Это такая наглядная схема, чтобы показать студентам, обучающимся, какие были основные события исторические в истории православия и в истории христианцев в целом. Ну и опять же, если говорить о различиях, о разных восприятиях роли религии у нас и за границей в настоящий момент, то следует также указать на основные отличия между тремя основными направлениями в рамках христианства. Ну и вот здесь, на этом слайде я перечислил основные особенности католицизма. То есть, во-первых, основателем католицизма является апостол Петр, который был первым римским папой, как известно. И вот это важный момент. Прошу прощения, видимо, какой-то временный сбой произошел. Так вот, применительно к католицизму. Что здесь важно? Что в католицизме имеется принцип единоначалия. То есть, главой католической церкви, ну вот как-то здесь написал лидер церкви, хотя слово лидер я поставил в кавычках, потому что в качестве главы церкви является, безусловно, Иисус Христос, а не римский папа. Ну вот представитель Иисуса Христа на земле, это, собственно, Папа Римский. И в рамках католицизма существует принцип единоначалия и подчинения Папы Римскому. Что касается православия, то об этом несколько позднее. Здесь у нас иная ситуация. Далее, вот тоже такой важный момент, это то, что с точки зрения догматики, святой дух в католицизме исходит от Сына, от Бога Сына, а православие только от Бога Отца. Это тоже важный момент, поскольку это, собственно, послужило поводом для раскола между католицизмом и православием. В католицизме есть догмат о чистилище, догмат о сверхдолжных заслугах святых, то есть это те добрые дела, которые святые выполняют сверх своей нормы. И вот этими добрыми делами могут воспользоваться другие верующие. Вот принцип, который совершенно несовместим с православием и считается в православии ереси. Дагмат о непорочном зачатии и целебат, характерный для католических священников. Ну вот на этом слайде я показал, собственно, основные отличия католицизма от других направлений, что характерно именно для католицизма. И если в католицизме существует единоначалье Папы Римского, то в православии имеется несколько патриархов. То есть такой жесткой иерархии не существует в рамках православия. И, опять же, как здесь указано, святой дух исходит от Бога Отца, только от Бога Отца. Это является особенностью догматики именно православной. Целебата нет, есть белое и черное духовенство. Черное духовенство не женится, белое духовенство имеет право жениться. Ну и, естественно, вот то, что большое количество визуальных изображений, характерно для православных церквей, большое количество икон в храмах, это также бросается в глаза любому наблюдателю. В отличие от этого, в католических храмах предпочитают больше скульптуры. Ну вот в гипсике, то есть или в иерархии православных патриархов у нас на первом месте стоит Константинопольский патриарх, далее Александрийский патриарх, Антиохийский и Иерусалимский. Это вот четыре наиболее древних патриарха. И на пятом месте в иерархии находится патриарх московский в Сия-Руси. Русская православная церковь является самой большой из православных церквей с точки зрения количества верующих. Диптих – это, соответственно, список патриархов, которые упоминаются православными иерархами при благослужении. Протестантизм. Ну, как я уже говорил, вот здесь можно проводить параллель с старобрячеством, поскольку отделение протестантизма и появление разнообразных направлений в рамках протестантизма, их более 30 тысяч в целом, в принципе сравнимо с тем, что происходило в рамках старобряческого движения, чем в России. Здесь также отсутствует церковная иерархия в принципе. И то, что, опять же, сближает протестантов и православных, и старобряцев, это отсутствие посредников между Богом и верующим. То есть верующий находится один на один с Богом. Он читает Священное Писание, читает Библию. И таким образом, как в старобрячестве, так и в протестантизме, все то, что прочитано, понимается строго, буквально. Отсюда, кстати говоря, высокий уровень грамотности, как среди протестантов в свое время, начиная с 16 века, так и в среде старобрядцев, потому что им приходилось самим читать Священное Писание. Не было священников, которые могли бы каким-то образом Священное Писание толковать для них. Далее, теперь переходим к следующему. Вот в чем все-таки были основные особенности православия, которые повлияли на формирование российского государства. И здесь необходимо, прежде всего, объяснить вот такой термин, как симфония. Симфония, то есть тесное взаимодействие церкви и государства, патриарха и императора, если говорить о Византийской империи. То есть традиция такая была заложена еще в Византийской империи. И вот сотрудничество церкви и светских властей, отсутствие жесткого разделения между ними, это одна из основных характеристик православия. И в том числе, если мы говорим об отношениях церкви и государства даже в современной России, несмотря на то, что по конституции церковь отделена от государства, но роль этих традиций не следует недооценивать. То есть, соответственно, церковь и государства в православных странах имеют тенденцию все-таки тесно сотрудничать. Но я здесь лично стою на позициях релятивизма, то есть я обычно не говорю, что хорошо, что плохо. Но вот Европа идет своим путем, у России несколько иное направление. И поэтому здесь, конечно, каждый решает для себя, какая модель является оптимальной. Но если говорить об этой симфонии, то есть, ну вот образ симфонии означает то, что церковь и государство фактически играют роль оркестра. То есть они исполняют какое-то музыкальное произведение и занимаются одним делом, грубо говоря. Вот в чем, собственно, смысл симфонии. При этом церковь, как правило, занимает подчиненное положение по отношению к светской власти. Так было не только в России, так было и в других православных странах. И, в принципе, опять же, это было заложено еще в Византийской империи. Почему? Потому что в Византийской империи и политический, и религиозный центр находился в одном месте. То есть в Константинополе находился как папа, как, извините, патриарх, так, соответственно, и император. И у императора была возможность оказывать влияние на церковные дела таким образом. В Западной Европе ситуация была несколько иная, поскольку в Западной Европе после падения Западной Римской империи образовалось большое количество варварских королевств, которые в дальнейшем стали проводить собственную политику. Религиозный центр находился в Риме, то есть это был римский папа. И светская власть была разделена. Поэтому у светской власти зачастую не было таких рычагов влияния на папу Римского. И роль и значение папы Римского в Западной Европе было намного выше, чем роль Константинопольского патриарха в Византийской империи. Вот, собственно, как можно объяснить этот феномен. То есть вот патриарх в православии, как правило, все-таки играет подчиненную роль в рамках вот этой симфонии, о которой я говорю. Но тем не менее можно говорить о том, что вот при такой модели получается, что национальные интересы, то есть интересы государства и интересы церкви, они крайне блестки, и как церковь, так и государства пытаются влиять, пытаются оказывать влияние и реализовывать определенную политическую линию. То есть они занимаются одним делом, реализуют интересы церкви, интересы государства, которые в значительной степени приравниваются друг к другу. Вот есть такая важная особенность. Ну и вот, например, для своих студентов я часто даю в качестве анализа такой небольшой проверочной работы цитату Евсевия Кисарийского. Это биограф императора Константина, византийского императора, который легализовал, собственно, христианство в Византийской империи, который, собственно, вот сказал, что он и сам епископ, только вы, вы епископи внутренних дел церкви, а меня можно назвать поставленным от Бога епископом дел внешних. То есть что мы здесь видим? То, что как император, так и епископы, как светские власти, так и церковные власти, занимаются одним и тем же, просто есть небольшое разделение полномочий между ними, вот реализации этой общей задачи. И опять же, вот здесь можно дать на сравнение две цитаты из Священного Писания. Зачастую можно говорить о том, что вот эти цитаты носят противоречивый характер, и в данном случае это так и есть. То есть с одной стороны, кесарю кесарю, богу богово, в Священном Писании говорится о том, что надо все-таки разделять дела церковные и дела мирские, но с другой стороны, всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти ни от Бога. То есть любая власть от Бога, соответственно, церковь и государство сращиваются таким образом. Но вот здесь есть определенное противоречие. Таким образом, вот Священное Писание нам не дает ответ на вопрос о том, какая модель, западная или восточная, является правильной и является верной в этом смысле, с точки зрения выстраивания отношений между церковью и государством. Если брать католическую церковь, то даже еще на раннем этапе, когда не произошло разделение на католицизм и православие, уже у Августина Блаженного, который был свидетелем распада Римской империи, мы можем заметить это разделение. То есть в католичестве на Западе достаточно часто, достаточно рано, вернее, заговорили о том, что вот эти дела мирские, дела божественные, это разные вещи. У Августина Блаженного это был град земной и град Божий. Кроме этого, в католицизме существует еще теория двух мечей, которую выдвинул папа Бонифаций VIII. А если брать протестантизм, то доктрины двух царств у Мартина Лютера, царства мирского и царства духовного, опять же мы здесь видим четкое разделение между церковью и государством, истина между церковью и государством у Томаса Джефферсона. То есть вот здесь как раз можно обратить внимание на то, что для Запада традиционным является как раз разделение церкви и государства, чего нельзя сказать все-таки о православии, о православных странах, где зачастую вот эти понятия смешивают. Иногда бывали такие эпизоды в российской истории, когда церковь оказывала влияние на политические власти. Такие истории были достаточно редкими, но тем не менее, то, что иногда даже историки называют фактической теократией, в России, не теократии в кавычках все-таки, потому что официально нельзя назвать такой вид правления теократическим, это начальный период правления Ивана Брозного, когда многие вопросы решал митрополит Макарий, в тот период, когда царь был малолетним. И, соответственно, у церкви очень часто возникали дополнительные полномочия в случае, если центральная власть ослабевала. То есть, либо если в стране начались какие-то гражданские войны, междуусобицы, что было в Киевской Руси, либо по малолетству царя, императора, иногда патриарх мог брать на себя какие-то полномочия. И именно поэтому с определенными оговорками такой режим правления можно считать теократическим. То же самое можно сказать и про патриарха Филарета. Начало XVII века. Патриарх Филарет, как известно, был отцом Михаила Федоровича Романова, первого царя из династии Романовых. И, соответственно, правили они фактически совместны, что также может свидетельствовать о существовании режима фактической теократии. Ну вот, с точки зрения анализа уже исторических событий, я выделяю пять этапов в развитии Русской Православной Церкви. И на каждом этапе можно проследить, какую роль играла Церковь в становлении российского государства. Этапы были, безусловно, неоднородными с точки зрения той роли, которую играла Церковь. Киевский период, московский период, императорский период, советский период и период современного. Кроме этого, вот из таких базовых моментов, на что еще можно обратить внимание, это то, что религиозный фактор был включен зачастую в идеологию. Ну, собственно, в этом смысле Россия не была исключением. В Европе очень часто происходило то же самое. Ну, вот как это происходило в российской истории, здесь можно выделить три идеологические концепции. Москва, Третий Рим, концепцию, которую выдвинул монах Тулафей в 16 веке после падения Константинополя. Два Рима пала, третий стоит, Москва четвертому не быть. Вторая концепция, это концепция Петра Великого, который продвигал апостола Андрея как покровителя Русской Православной Церкви, таким образом пытаясь поставить его на одну планку с апостолом Петром. То есть, как известно, апостол Петр, первый римский папа и глава католической церкви, апостол Андрей, его брат, брат апостола Петра, глава православной церкви, что также здесь является важным с точки зрения вот такой легитимизации православия, чего как раз хотел и добиться Петр Великий. Но о Петре Великим потом отдельно еще можно сказать несколько слов. И третья концепция, это православие, самодержавие, народность. Та вот теория, которая возникла в 19 веке, автором является министр просвещения Уваров. И, собственно, она предусматривает, что с точки зрения российской ментальности, российской культуры, главными и основополагающими являются вот эти три элемента. Православие, религия, монархическое правление и народность, народный дух. Вот, соответственно, эти три момента являются наиболее важными. Но если говорить о киевском периоде, что здесь можно сказать о том, как повлияла церковь на становление, собственно, государства? Здесь влияние церкви было колоссальным, поскольку вот именно за счет православия удалось объединить те разрозненные славянские племена, которые в дальнейшем составили государства, называемые историками сейчас Киевской Руси. Православие выступило в качестве вот того стержня, который позволил цементировать российское государство на раннем этапе. И здесь большую роль, конечно, сыграл князь Владимир. Но, собственно, не он первый, поскольку княгиня Ольга... Да, я остановился на роли князя Владимира в становлении российского государства, крещении Руси, которое состоялось, по одним данным, в 1988 году, по другим в 1989. И, собственно, выбор веры, который изображен вот на этой картине, которую вы здесь видите на этом экране. Ну, собственно, здесь... Что можно сказать по этому поводу? Конечно, мы не можем быть на 100% уверены, что выбор веры происходил именно так, как написано в «Повести временных лет», поскольку другими источниками это все-таки не подтверждается. Но, тем не менее, факт остается фактом, что Россия становится православной страной, принимается православие из Византийской империи, заключается династический брак между князем Владимиром и сестрой Византийского императора, и в этот период фактически русская православная церковь является митрополией константинопольского патриарха, то есть зависимой от Константинополя. Да, важным элементом еще является как же то, что папа... Почему, собственно, князь Владимир отказывается от католичества, поскольку католичество предусматривает жесткое подчинение римскому папе, чего православие, православие не предусматривает. Ну и далее, вот ближе уже к концу киевского периода, начинается феодальная раздробленность, княжеские междоусобицы, далее вторжение монголы-татар в XIII веке, и политический и религиозный центр Руси перемещается на север, то есть это как раз конец киевского периода. Киев разорен как гражданскими войнами, так и вторжением монголы-татар, и после этого, собственно, митрополит перемещается севернее, в сторону Москвы. А что касается Киева, то начиная с XIV века Киев является частью Великого княжества Литовского, теряет независимость киевское княжество, и в течение 300 лет находится под управлением Польши и Литвы, поскольку, начиная с конца XIV века, между Польшей и Литвой сначала заключается династическая иония, а затем уже в XVI веке она преобразуется в полное объединение, полностью объединяется Польша и Литва. Ну и в XVII веке Россия возвращает контроль над Киевом после того, как был подписан Вечный мир с Польшей, как указано на этом слайде. Ну а, собственно, что происходит в Северне? Да, еще важный момент, простите, пожалуйста. Если говорить о современной Украине и о достаточно сложной религиозной ситуации, которая наблюдается в этой стране, то есть большое количество конфессий, то как, собственно, это можно объяснить, как это можно трактовать? Конечно, Киев изначально был центром православия, начиная с киевского периода истории русской православной церкви, но затем, с XIV века, поскольку Киев контролируется католической Польшей, то получает распространение католичества. И вот происходит попытка каким-то образом примирить католиков и православных вот этой части бывшей Киевской Руси на основе Брестской унии. Брестская уния предусматривала, что часть церковных иерархов православных признают Владимирского Папы Римского, но при этом сохраняют православные обряды. Так, собственно, возникает униадская или греко-католическая церковь. Ну и если мы возьмем современную религиозную ситуацию на Украине, то у нас есть Украинская православная церковь Московского Патриархата. Поскольку, собственно, Киев достаточно долгий период времени находился под властью Москвы. Кроме этого, есть униадская церковь, которая, по сути, является католической, но с православными обрядами, и, собственно, католическая церковь, то есть две католические конфессии, представленные на территории Украины. И, наконец, православная церковь Украины, которую недавно получила Томас от Константинопольского Патриарха. И, собственно, является продуктом распада Советского Союза. То есть очень часто бывает, что государство, при распаде государства, страна стремится стать независимой не только политически, но и религиозно. Что и произошло на Украине после 1991 года. Стремление получить религиозную независимость, оно было характерно для современной Украины уже в постсоветском периоде. Но теперь давайте вернемся все-таки к России. Второй этап истории Русской Православной Церкви это Московский период. И здесь ключевой фигурой является Иван Калита. Иван Калита, московский князь, который, при правлении которого состоялся переезд митрополита сначала из Киева во Владимир и затем из Владимира уже в Москву. То есть Иван Калита смог убедить митрополита переехать в Москву, что сыграло большую роль для возвышения Москвы. Для того, чтобы Москва стала центром объединения русских земель. то есть союз трона и алтаря, как это можно сказать, и сосредоточие политического и религиозного центра в одном месте позволило московскому княжеству объединить сначала Северную Русь, территорию бывшей Киевской Руси, княжества, которые располагались в северной части бывшей Киевской Руси, и затем также заняться уже объединением и южных княжеств, которые ранее входили в состав этого государства. Для студентов я предлагаю проанализировать визуальное изображение встречи Ивана Калиты и митрополита Петра и ответить на вопрос, какое значение эта встреча имела для историю Российского государства и Русской Православной Церкви. Эта карта показывает, каким образом постепенно Москва объединяла вокруг себя русские княжества. В 1325 году состоялся переезд митрополита в Москву из Владимира и неуклонно росли территории, которые контролировались Москвой. Вот здесь у нас показано, как московское княжество увеличивалось в размерах в 14 и 15 веках. В период Ивана III была выдвинута концепция Москва-Третий Рим. Как я уже говорил, она была выдвинута монахом Филопеем. Таким образом, Москва пыталась провозгласить себя в качестве центра православия после падения Константинополя. И соответственно, также Иван III стремился укрепить вот такую роль Москвы династическим браком с племянницей последнего византийского императора Софии Кулиалу, который привозит в Россию символ Византийской империи, который становится российским гербом, то есть двуглавый орел. И далее в XVI веке уже состоится избрание первого русского патриарха, то есть полностью русская православная церковь снимает всякую зависимость со стороны Константинополя, становится полностью независимой и избирается первой русской патриархой. Далее основное событие XVI века в истории православия пожалуй это раскол. Раскол вызванный реформами патриарха Никона. Идея этих реформ как известно была в том, чтобы провести централизацию и унификацию церковных обрядов, поскольку после присоединения украинских территорий то есть тех территорий, которые ранее входили в состав южной части Киевской Руси выявилось большое различие в обрядовой стороне. И патриарх Никон пытался унифицировать обряды, вел крещение тремя персками и ряд других новых введений, которые не понравились достаточно широкому кругу духовенства, и широких слоев населения. То есть, в частности, на этой иконе у нас показаны основные отличия по форме креста, по крестному знамению и также иные отличия, которые характерны для старообрядцев и официальной русской православной церкви. Но здесь также важным таким моментом является то, что старообрядчество это особый пласт русской культуры и русской цивилизации. Очень часто в течение ряда даже столетий его роль преуменьшалась. То есть, по социальным данным, количество старообрядцев было небольшое. в эпоху Петра I, в эпоху уже даже в XIX веке их количество оценивалось как несколько процентов от общего количества населения. Что, скорее всего, было не так. Потому что вот те гонения, которыми подвергались старообрядцам, повлияло на то, что некоторые как крестьяне, так и представители аристократии официально были православными, но на деле практиковали старообрядчество. И, соответственно, например, двойной налог, который ввел Петер I, он, как известно, с одной стороны прекратил жесткие преследования старообрядцев, но, тем не менее, ввел двойной налог на них. Это не способствовало тому, чтобы люди открыто заявляли о том, что они старообрядцы. И, конечно, многие граждане пытались это скрыть. Ну, то есть, если брать, ну, в настоящий момент некоторые историки считают, что количество старообрядцев реально достигало 20%. Может быть, это, конечно, преувеличение, ну, по крайней мере, их было не 2%, как об этом говорит очень часто официальная статистика. И с точки зрения старообрядчества еще важно то, что, как я уже говорил, есть множество толковых согласий. Некоторые толки и согласия принимают рукоположенных священников русской православной церкви, беглых попов, и, соответственно, эти направления называются поповскими, без поповца живут совершенно без священников. То есть, в лучшем случае, там есть староста, глава общины, который исполняет такие функции руководства. Или институт наставничества очень часто там может существовать. Поэтому, что можно сказать о старообрядчестве в целом? Что там больше демократии, поскольку очень часто наставники выбираются. Высокий уровень грамотности среди старообрядцев в 18-19 веке. Что, собственно, как я уже говорил, было связано с тем, что им самим приходилось читать священное писание. То есть, не было священников, которые могли бы толковать как-то для них священные тексты, как это происходит в рамках официальной православной церкви. Старообрядцы в большей степени были склонны к дебатам, к дискуссиям, поскольку им необходимо было как-то выживать в таком враждебном окружении и, соответственно, они привыкли отстаивать свою точку зрения. Что еще важно, то, что с точки зрения старообрядцев нет никакой разницы между формой и содержанием, поскольку, если вы меняете форму, если вы меняете двоеперстие на троеперстие, то вы меняете тем самым и содержание. Поэтому, вот с точки зрения старообрядцев, например, сбрить городу совершенно непридемлемо, поскольку борода это символ Иисуса Христа. Изменяя внешний вид человека, вы изменяете и его содержание. что касается отношения старообрядцев к официальным властям, то зачастую они называли царя антихристом. То есть, начиная с реформы Никона, начиная с 17 века, фактически Русь возглавляется антихристом. Поэтому для старообрядцев это было совершенно неприемлемо. С точки зрения обрядовой стороны, старообрядцы признают два таинства крещения и причастия, что, опять же, сближает их к протестантизму, поскольку протестанты также признают не все таинства, которые характерны для католичества и для православия. 17 век это был период наиболее жестких преследований по отношению к старообрядцам. Конечно, в России не было такого феномена, как религиозные войны, что было характерно для Западной Европы, но, тем не менее, было Соловецкое восстание, вот был такой эпизод, когда, собственно, было возмущение против реформы патриарха Микона, которая приняла вот такие вооруженные форты. Здесь также я перечислил наиболее известных старообрядцев Борцапу Павакум, Бояра Неморозова, епископ Павел Коломенский и также еще можно сказать, что в определенной степени старообрядчество можно считать формой социального протеста. Какие формы этот протест принимал? Ну, как правило, все-таки не вооруженный протест, это была либо иммиграция, либо уход в изоляцию, ну, иммиграция имеется в виду за границу. Изоляция это уход в какие-то отдаленные районы русского государства, для того, чтобы официальные власти не могли до них добраться. И до сих пор продолжаются споры относительно самоубийства, то есть с одной стороны с точки зрения христианства это самый тяжкий грех, но с другой стороны самоубийство в чем-то оно может быть даже и оправданно, поскольку во главе русского государства стоит антихрист. Поэтому находиться под властью антихриста может быть это еще хуже даже, чем совершить самоубийство с точки зрения старобрядцев. Поэтому массовые самоубийства или так называемые гаррия, когда они сами себя сжигали было характерно как для 17-го, так и иногда для 18-го веков. Что касается политики официальных властей в отношении старобрядцев, то эта политика менялась. Как я уже говорил, Петр I был тем императором, который смягчил гонение на старобрядцев. Далее Екатерина II и Павел I следовали в рамках этой тенденции. При Николае I произошел ужесточение, а окончательная эмансипация старобрядцев произошла в год управления Николая II после 1905 года. Но тем не менее старобрядцы остались как такой пласт российского населения, которые были склонны к социальному протесту. Что в принципе оказало большое значение на на русскую историю вплоть до революции 1917 года. Ну вот собственно здесь мы видим сожжение протопопа Аввакума, бояра Неморозова, также Павел Коломенский, которого сожгли в специально построенном срубе, что такой вид казни был достаточно частым и применялся достаточно часто старобрядцев в этот период времени. Ну и вот опять же для студентов я предлагаю анализ цитаты протопопа Аввакума, где протопоп Аввакум говорит, в каких это правилах написано, чтобы царю церковью владеть, догмат изменился, ему подобает лишь оберегать ее от волков, ее губящих, а не толковать и не учить, как веру держать и как персты слагать. Это не царево дело, а православных архиереев. То есть о чем может говорить цитаты о том, что с точки зрения старобрядцев должно быть четкое разделение полномочий, отделение церкви от государства, задача государства охранять и покровительствовать, но при этом не вмешиваться в церковные дела. То есть для старобрядцев, для протопопа Аввакума было важным отделить церковь от государства, чего нельзя сказать о официальном православии. Те виды дискриминации, которые использовались в отношении старобрядцев, я здесь перечислил. То есть это двойное налоговое положение, что было введено в год управления Петра I, наличие желтых нашивок на воротниках, которые им было предписано носить, запрет на строительство храмов, что продолжалось достаточно долго и определенные ограничения, связанные с занятием тех или иных должностей и исполнения тех или иных социальных функций. Ну и вот Российская империя сама по себе в Российской империи была для Николая I разработана специальная типология старообрядцев. Они подразделялись на вредных, наиболее вредных и наименее вредных. Критерием здесь было то, молятся они за царя или нет. То есть наиболее вредные старообрядцы не молились за царя и не признавали церковные браки. Просто вредные старообрядцы не молились за царя, но браки признавали и наименее вредные старообрядцы Молились за царя и браки признавали. Ну и вот, как я уже сказал, в 1996 году произошла полная эмансипация старообрядцев, то есть это произошло в годы правления императора Николая II. В годы революции. Как я уже говорил, с точки зрения некоторых старообрядцев, русский царь является антихристом, начиная с 16 века, начиная с реформы патриарха Никола. Поэтому старообрядцы на протяжении вот всей этой части русской истории были в оппозиции. С другой стороны, старообрядцам, как считают некоторые историки, был свойственен такой природный социализм. То есть они в чем-то были схожи по своим идеям социалистами. И с точки зрения того, что община должна исполнять социальную функцию, восьмичасовой рабочий день существовал на некоторых предприятиях и заводах старообрядцев. И таким образом, для старообрядчества были характерны такие социалистические идеи, что их сближало с революционерами и в значительной степени был такой переток старообрядцев к революционерам, что также отмечается некоторыми историками. В качестве такого визуального изображения уже применительно к современной, может быть, Украине, я предлагал на одной из контрольных работ проанализировать конфликт между РПЦ и украинскими властями, и украинской православной церковью. Вот, в частности, на этой картине, на этом витраже, который относится к униатской церкви, это тоже было одно из заданий, то есть студенты должны были определить, к какой из украинских конфессий может относиться этот витраж. То есть в данном случае это крепко-катоническая церковь, которая иллюстрирует напряженные взаимоотношения между РПЦ и Украиной. Но вот здесь, что является важным, это то, что, в принципе, для Украины, как для страны православной, также характерна симфония, и также характерна большая роль, которую играет президент, вмешиваясь зачастую в церковные дела. Президент, который способствовал получению, например, Томаса, предыдущего президента Украины, Петра Порошенко, был горячим сторонником Томаса, и таким образом он оказывал непосредственное воздействие на церковные дела. И на примере Украины мы также можем видеть вот эту симфонию, которая есть в православных государствах. Несколько слов об императорском периоде. В императорском периоде произошло важное событие, это отмена патриарши. Петр I фактически становится главой церкви, объявляет себя главой церкви. В этом смысле он следует модели Великобритании, то есть англиканской модели, где монарх является одновременно главой церкви. И учреждается священный синод. Священный синод фактически становится видом церковного министерства. То есть, что можно сказать об императорском периоде? В периоде это конец симфонии, конец вот такого сотрудничества церкви и государства. И переход от сотрудничества, пусть даже подчиненного сотрудничества и неравноправного сотрудничества, к полному доминированию государства над церковью. И далее государство в своих целях начинает использовать религиозный фактор. Этим занимается, например, Александр Первый, который учреждает Священный Союз Европы после победы над Наполеоном. И также такую же политику продолжает Николай Первый. В императорском периоде у нас появляется символ Косой Крест, который мы можем видеть на Андреевском флаге. Косой Крест, на котором был распят апостол Андрей. Апостол Андрей, начиная с Петра Первого, приглашается одним из покровителей православной церкви. И таким образом Петр Первый, как я уже говорил, пытается подставить православие на тот же уровень, что и католическая церковь. Поскольку апостол Петр и апостол Андрей были первыми апостолами, которые встретили Иисуса Христа. Ну и вот цитата из Петра Первого, которая ему приписывается. Нет доказательств, что Петр Первый действительно произносил эти слова. Но тем не менее, иногда можно встретить точку зрения, что Петр Первый был одним из первых атеистов на российском престоле. Соответственно, вот, если впредь, где иконы заплачут массовым, за тыл Попов заплачут кровью. То есть фактически Петр Первый угрожает священникам, которые устраивали так называемое мироточение иконы. Чудеса, которые Петр Первый, естественно, понимал, что чудес на свете не бывает, и иконы мироточения не просто так. И подозревал, что священники непосредственно к этому причастны. Особенно, когда иконы мироточили в связи с какими-то решениями императора. Ему это очень не нравилось. И, соответственно, вот такой указ якобы Петр Первый провозгласил. Далее при Николае Первом возникла еще одна официальная идеологическая доктрина. Которая использовалась в православии, доктрина консервативная, автором которой был Сергей Уваров, министр правосвещения. И цель провозглашения вот этих трех элементов, православия, самодержавия и народности, как основы российского государства, было противопоставить то, что происходит в России и то, что происходит в Европе. Потому что в Европе в середине XIX века этот период революции, которым российский император стремился всеми силами противодействовать. И, собственно, Россия позиционировала себя как страну консервативную, ту страну, которая является жандармом Европы и борется с различными революционными проявлениями. Это, в частности, можно проследить на политике Российской империи на Востоке. Вот с точки зрения российского императора Николая I, конечно, Константинополь является исторически значимым для России и также Палестина, поскольку там находятся святые места. Российская империя пытается проникать на Восток и использовать, если говорить уже современным политическим языком, мягкую силу. То есть не всегда это проникновение происходит вооруженным путем. Иногда это происходит с помощью деятельности различных гуманитарных организаций. Вот примером такой организации является императорское православное палестинское общество, которое основано было в XIX веке. Также был основан ряд православных школ в Палестине, которые там действовали до 1917 года. И вот такого рода политика является примером российского проникновения в данной регионе. Но были и другие проявления. То есть, в частности, Крымская война, это была попытка России уже воздействовать вооруженным путем на Османскую империю. Николай I, как известно, провозглашал себя покровителем православия на территории Турции. И стремился решить восточный вопрос. Решением восточного вопроса было объявить Турцию больным человеком Европы. И при этом, по этой идее, Россия должна была восстановить контроль православия над традиционным центром, над Константинополем. Ну и здесь, как известно, интересы России столкнулись с интересами Франции, с интересами Наполеона III, который считал себя покровителем католиков. А католики также были представлены на территории Османской империи под влиянием крестовых походов. Там образовалось достаточно большое количество прихожан католических. Ну и результат – это Крымская война, поводом которой стала украдена Вифлеемская звезда из храма Рождества Христова. Вот, собственно, как выглядел этот храм. Вифлеемская звезда, которая была украдена, как предполагали православные, она была украдена католиками. Ну и, собственно, в результате Николай I вмешивается в эти церковные отношения, споры между различными конфессиями. И Россия Крымскую войну проигрывает. Ну вот, с точки зрения императорского периода, я вот здесь предлагаю студентам сравнить две цитаты. Первая цитата принадлежит Достоевскому, вторая – Толстому. Достоевский фактически, в точности повторяет идею Сергея Уварова о православных медвежа или народности. Говорит о том, что только тот человек, который является православным и монархистом, может считаться русским. То есть, вот Достоевский придерживался официальной идеологической концепции Российской империи и ее поддерживал. Был горячим сторонником православия, если можно так сказать. В отличие от него Лев Толстой, говоря современным языком, фактически был диссидентом. Потому что вот он называл церковь паразитом и считал, что вот эти два паразита, церковь и государство, должны отмереть. И тогда они делают наше общество чистым и здоровым. Такова была его идея. Ну вот эти две цитаты, они показывают, насколько два писателя, два классика придерживались разных точек зрения относительно того, что такое православие, какую роль оно должно играть в жизни государства. В советский период происходит второй раскол в Русской Православной Церкви. Образуется Русская Православная Церковь за границей. И одновременно с этим до Октябрьской революции происходит восстановление патриаршества в 1917 году. Но, однако, патриархом был первым и единственным патриархом этого периода, был патриарх Тихон. После чего вот советские власти, так же, как и ранее Петр I, который отменял патриаршество, не допускают избрания нового патриарха до 1944 года. И, наконец, уже в период Второй мировой войны, опять у нас возобновляется симфония, возобновляется сотрудничество церкви и государства. Я здесь на этом слайде поместил изображения Владимира Ленина и Иосифа Виссарионовича Сталина, которые иногда даже изображаются на иконах. Но отношение к Сталину в православной церкви неоднозначное, скажем так, поскольку, с одной стороны, это был коммунистический лидер и гонитель православия, но, с другой стороны, именно он восстановил патриарш. С точки зрения старообрядцев, советский период, по крайней мере, на начальном этапе, старообрядцы в значительной степени вливались в ряды революционного движения. И вот некоторые иконы даже изображают советских вождей в качестве святых. Что еще происходит в советскую эпоху? Конечно, нельзя отменить религию одним рощерком пират. Советский союз был государством атеистическим, но, тем не менее, поскольку была определенная привычка с точки зрения какой-то обрядовой стороны этого вопроса, то полностью отказаться от церковных обрядов, от каких-то элементов религиозных не получалось. Что здесь можно вспомнить? Обряд Звездины, который заменял Кристины в 20-е годы, то есть вместо Крещения, обряд Крещения был заменен обрядом Звездины. Кроме этого, очень часто можно встретить упоминание того, что 10 заповедей Ветхого Завета напоминают и есть сходство между ними и Моральным кодексом строителя коммунизма, который появился в 1961 году. Ну и вот сопоставление 10 заповедей и Морального кодекса строителя коммунизма, то есть набора каких-то определенных правил, также является важным таким элементом, хотя в Моральном кодексе строителя коммунизма Бога нет, но тем не менее список определенных нравственных правил прописан. И поэтому можно проследить определенную преемственность даже в советском периоде по отношению к религии, несмотря на то, что советский период истории в целом был периодом атеистическим. Но вот в качестве иллюстрации здесь речь патриарха Алексея, Алексея Первого после смерти Сталина. То есть Алексей Первый превозносил вождя, говорил об его достоинствах и называл его гениальным, что, в принципе, с одной стороны, достаточно странно, учитывая то, что мы находимся в атеистическом государстве, но с другой стороны, и понятно, поскольку Сталин был именно тем коммунистическим лидером, который восстановил патриаршинство и восстановил таким образом симфонию. Также можно проводить параллели между русской революцией и французской революцией. Ну вот здесь, может быть, не очень хорошо видно на левом слайде, на что располагается. Это демоны тащат французского тюре в ад. То есть это такой элемент антирелигиозной пропаганды, который был характерен для Франции периода Великой Французской революции, конец 1918-го лета. Аналогичная пропаганда была характерна и для советского периода. Вот, соответственно, образ космонавта, который поднимается в космос и Бога там не находят. Вот такого рода визуальное изображение я также предлагаю студентам для анализа, чтобы сравнить революционную Францию и революционную Россию. Понятно, что эпохи несколько отличаются, но, тем не менее, ряд сходств можно проследить. Ну и вот даже здесь, Петроградская Мадонна. То есть картина Петрова-Влоткина, религиозный мотив в живописи. То есть, с одной стороны, это уже советская живопись, с другой стороны, здесь присутствуют и религиозные мотивы, женщина с ребенком, и образ Мадонны, но на этот раз уже советская Мадонна. Итак, вот советский период произошел раскол, во-первых, на русскую православную церковь, зарубежную и официальную, которая располагалась в Советском Союзе, и между этими церквями были достаточно напряженные отношения в ходе всего XX века. Русская православная церковь за границей обвинялась в сотрудничестве с нацистской Германией. Ну, конечно, не все церковные иерархи, скажем так, запятнали себя этим сотрудничеством, но достаточно значительное количество их считали, что нацистская Германия должна вести крестовый поход против Советской России для того, чтобы освободить ее от коммунизма. В свою очередь, русская православная церковь официальная обвинялась в том, что она сотрудничает с властями, сотрудничает с КГБ и фактически находится в подчинении в подчинении у советских властей. Далее, в начале XXI века произошло примирение РПЦ и РПЦЗ, был подписан акт о каноническом общении между этими двумя церквями, и в настоящий момент Русская православная церковь за рубежом является автономной по отношению к Русской православной церкви, но фактически вот это объединение, оно состоялось при сохранении определенной автономии РПЦЗ. И значительную роль в этом сыграла канонизация Николая II, канонизация официальной русской православной церкви. Вопросы, связанные с Палестиной, с политикой по отношению к странам Ближнего Востока, она была характерна не только для императорского периода РПЦ, но также и для периода советского. То есть в советский период возникла проблема с теми, с той собственностью, которая до революции принадлежала Русской православной церкви. После революции вот эта собственность была передана в Палестине, британскими властями, которые Палестины управляли РПЦЗ, и РПЦЗ владела собственностью Русской православной церкви в Палестине вплоть до 1948 года. В 1948 году, когда образовалось государство Израиль, на первом этапе были очень хорошие отношения между Израилем и Советским Союзом. И Сталин даже рассматривал такой вариант, что Израиль станет социалистической страной. То есть войдет в сферу советского влияния. Поэтому вот в знак этой дружбы Израиль передал участки, которые в прошлом находились в собственности РПЦЗ, официальные русско-православные церкви. Но большая часть из них была продана Никитой Сергеевичем Крущевым, в ходе так называемой апельсиновой сделки, или даже не продана обменена на апельсины. То есть Русская православная церковь, которая получила контроль в церковые годы над этой собственностью, частично ее передала, фактически продала Израиле. Ну и в настоящий момент есть позиция в рамках РПЦ о том, что эта сделка является незаконной, но, естественно, с точки зрения Израиля здесь все было предельно законно. Ну вот, переходя уже к последнему периоду, к последнему периоду истории, уже даже к современному положению РПЦ в России, прежде всего, что можно обратить внимание, то, что после окончания советского периода, после распада Советского Союза, стремительно выросло количество верующих. Количество верующих увеличилось с 20% до 70%, что, в принципе, неудивительно, поскольку официальная идеология поменялась, после этого уже можно говорить о том, что коренным образом поменялся баланс между верующими и неверующими в современной России. То есть, в настоящий момент количество православных достигает порядка 70% от общего количества верующих или даже больше, хотя среди них достаточно мало, маленький процент составляет воцерковленные, то есть, те православные, которые регулярно посещают церковь. Остальные конфессии находятся в меньшинстве. Ну, и вот с точки зрения атеистов, с точки зрения количества атеистов, их насчитывает от 15% до 25%. Это зависит от того, причислять к атеистам агностиков либо не причислять. То есть, если агностики причисляются к атеистам, то, соответственно, атеистов получается несколько больше. Вот, собственно, такое соотношение мы имеем на настоящий момент. И, конечно, вот, уже говоря о современном этапе, можно сказать, что церковь и государство, насколько тесно они взаимодействуют, это вопрос дискуссионный. С точки зрения современной России, это является обыденным явлением и в целом соответствует той византийской традиции, традиции симфонии, о которой я ранее говорил. Как любят говорить церковные иерархии, может быть, и можно отделить государство от церкви, но нельзя отделить государство от общества. То есть, поэтому, говорить о том, что церковь должна заниматься только церковными делами, а не делами общественными, говорить нельзя. Церковь и общество в этом смысле неразделимы с точки зрения сторонников идеи симфонии, идеи сотрудничества церкви и государства. Ну, и в конце концов, сторонники сотрудничества, сторонники симфонии говорят о том, что невозможно запретить Церкви высказываться о каких-то социальных, политических проблемах. Соответственно, в конце концов, это свобода слова. То есть каждый имеет право высказываться о чем угодно, и в том числе представители Церкви могут свободно рассуждать о политических и социальных вопросах. То есть здесь сторонники симфонии не видят никакой сторонники. Противники же наоборот. Они говорят, что западная модель является оптимальной, что та модель, которая существует в России, это цезаропатизм, то есть интеграция, слияние Церкви и государства является негативной. И, соответственно, по Конституции Российской Федерации, которая была принята в 1993 году, Церковь и государства должны быть полностью отделены. А раз они должны быть полностью отделены, то, соответственно, и Церковь не имеет права и высказываться о каких-то политических и социальных вопросах. Она должна заниматься исключительными вопросами религии. Ну, вот эти позиции в настоящий момент сталкиваются и дебатируются, скажем так, в российском медиапространстве. Есть также еще одна идея, которая продвигается сторонниками взаимодействия Церкви и государства, это о том, что Церковь может служить мягкой силой, то есть таким элементом продвижения, инструментом продвижения российских интересов за рубежом. Не с помощью военной силы, а с помощью вот этих мягких инструментов, как Церковь. Да, своими корнями, это гипотезы, вот эта идея уходит в... связанная с таким американским исследователем, как Джозефом Найем, который ввел понятие мягкой силы в международных отношениях. То есть, когда государство продвигает какие-то свои интересы, не силой оружия, а какими-то иными способами. И, собственно, сторонники симфонии об этом и говорят, что Россия на протяжении всей истории так и поступала. Но вот в частности, как это и было сделано, это и делалось в тот период, когда российское государство расширялось на восток, когда присоединялось Сибирь, дальневосточные регионы. В этот период русские были достаточно толерантны, с точки зрения, религии. И вот использовали ту модель, которую они унаследовали еще от монголо-татар. А, как известно, монголо-татары, которые завоевали Русь, не обращали ее в язычество или в ислам. То есть, Русь оставалась православной во время монголо-татарского века. И такую же линию поведения использовали русские уже в период колонизации Сибири. То есть, становиться православным было совершенно необязательно. Главное было платить дань, платить налоги. Ну, как говорится, популярный девиз – плати налоги и жили спокойно. Вот та политика, которую проводила Российская империя. В отличие от западных стран, где в большей степени практиковалась такая насильственная христианизация. И, соответственно, в настоящий момент, вот используя такую мягкую политику, мягкую миссионерскую деятельность, продвижение своих интересов с помощью церкви, Российская Федерация может влогировать определенные интересы за границей с точки зрения сторонников этой идеи, сторонников идеи симфонии. На этих завершающих слайдах я перечислил, может быть, основные точки несогласия между сторонниками тесного сотрудничества Церкви и государства и теми авторами, политологами, может быть, историками, которые считают, что сотрудничества быть не должно. То, что Русская Православная Церковь иногда рекомендует или не рекомендует определенную литературу. Например, книга «Роман Набокова Валита» не рекомендован. Или «Сто лет одиночества» Маркет, также не рекомендованная литература. Является ли это вмешательством в дела общества и нарушением разделения церкви и государства? Или же это просто высказывание своего мнения? Отношение РПЦ к определенным праздникам, к Хэллоуин, даже к Новому году. То есть зачастую это может вызывать раздражение некоторых кругов российского общества, которые считают, что высказывая такую позицию, церковь вмешивается в дела светские. Высказывание на политические темы также является такой тоже болевой точкой. Юлиональная юстиция, которая является абсолютным благом с точки зрения Запада, в России подвергается критикой. И с точки зрения традиционного российского общества вопросами воспитания должна заниматься исключительно семья. И государство должно вмешиваться уже в крайних случаях. Та ситуация, когда ребенок может подать суд на своих родителей, является с точки зрения традиционного православного подхода недопустимой. Много вопросов возникает в связи с реституцией или с возвращением храмов. Должны ли все храмы, которые были национализированы в советские годы, быть возвращены церкви? Потому что до 1917 года церковь была частью государства, поэтому государство финансировало строительство храмов. А сейчас церковь независимая. Вот надо ли все эти храмы теперь возвращать, если изначально государство участвовало в строительстве, или же нет? Тоже вопрос дискуссионный. Должна ли все-таки, насколько справедливо то, что РПЦ не платит налоги? И такой вот тоже дискуссионный момент, как введение православного банкинга по аналогии с исламским банкингом. Вот эту идею всерьез продвигал ныне покойный Всеволод Чаплин, который считал, что православный банкинг, он тоже, в принципе, может иметь место. И вот таким образом церковь может участвовать и в экономической деятельности. Ну, может быть, в роли посредника, не в роли той организации, которая будет финансировать какие-то проекты, но, по крайней мере, исполнять какие-то посреднические функции. Вопросы, связанные с правами человека. То есть, насколько соотносятся традиционные ценности, которые провозглашает РПЦ, и права человека. Не вступают ли они к противоречиям. Потому что с точки зрения РПЦ, права человека должны соблюдаться наряду с моральными ценностями. То есть, нельзя ставить права человека выше, чем моральные ценности. И, что, опять же, не соответствует западной точке зрения. Потому что на Западе есть примат прав человека. Права человека, безусловно, выше морали. И с этой точки зрения церковь РПЦ ссылается на универсальную декларацию прав человека ООН. Где, кстати говоря, упоминается мораль. То есть, с точки зрения РПЦ, Запад просто забыл о том, что изначально мораль была в этом документе. И ставят в углу угла права человека, совершенно забывая о морали. Ну и, конечно, вот тоже такие болевые точки, как пропаганда бомосексуализма, что запрещено в настоящий момент по российскому законодательству и считается нарушением прав человека на Западе. И закон о защите чувств верующих. Вернее, по практике к закону, который были приняты в 2013 году, в отношении того, что оскорбление чувств верующих может наказываться в том числе и уголовно. Насколько это соответствует 21 веку и современному государству. Также вот такие вопросы возникают у тех, кто критикует русскую православную церковь. Во внешней политике есть также ряд вопросов. То есть, здесь опять же, может ли РПЦ играть роль мягкой силы во внешней политике? Хорошо это или плохо? Вот это тот вопрос, который здесь также дебатируется. Традиционные ценности, которые проповедуют РПЦ, и западные ценности, которые не соответствуют установкам русской православной церкви, еще один такой важный вопрос. Также на постсоветском пространстве очень много возникает проблем, связанных с празелитизмом или с проникновением каких-то иных конфессий, которые русская православная церковь считает чужеродными на этой территории. То есть, вот по мнению РПЦ, на территории бывшего Советского Союза у нас, скажем так, это территория, это такая сфера влияния православия, и необходимо оградить эту территорию от проникновения каких-то иных конфессий. В церковной терминологии это называется каноническая территория, то есть, вот защита своей канонической территории от проникновения других конфессий. Это с одной стороны. А с другой стороны, противники этой идеи говорят о том, что почему РПЦ ограничивает право других конфессий проповедовать на территории тех или иных стран. Нет ли здесь нарушения свободы веры? Вопросы собственности в Палестине также, хотя, может быть, не находятся сейчас на первом плане, но, тем не менее, достаточно актуальны. Более актуальны, наверное, украинские проблемы. То есть, вот конфликт между РПЦ и Константинопольским патриархом в связи с предоставлением автокефалии Православной Церкви Украины. И вот этот комплекс вопросов здесь сложен. Также роль Русской Православной Церкви в различных международных организациях. Есть представительства РПЦ в Совете Европы, в Европейском Союзе, во Всемирном Совете Церквей, куда входит РПЦ в рамках этих трех международных структур. РПЦ также пытается каким-то образом влиять на западное общественное мнение. Ну и, наверное, завершу я свою лекцию также анализом двух визуальных изображений, которые я предлагаю для студентов. То есть, это в данном случае карикатуры 1917 года, на которых изображены военный министр Гузьков и министр Анастана Дилмилюков, которые были горячими сторонниками, собственно, продвижения православия, российских интересов на Ближнем Востоке и в целом в мире. То есть, Первая мировая война, в которой участвовала сначала Российская империя, а затем при временном правительстве также Гузьков и Милюков были горячими сторонниками продолжения войны, она предусматривала, что мы должны вернуть крест на Святую Софию, то есть вернуть вот эту территорию под влияние православной церкви. Ну и вот такая достаточно активная политика, которая была характерна для российского государства в плане продвижения православия за границей. До революции она в чем-то можно видеть определенные сходства этой политики и сейчас, когда государство также пытается использовать руку православной церкви в качестве инструмента под продвижением своих целей. Ну вот, наверное, на этом я тогда закончу лекцию. Если есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, напишите их в чате. Ну, а если вопросов нет, то тогда в заключении я еще раз повторю главную мысль, наверное, что с точки зрения западного сознания и с точки зрения российского сознания религия отводится разная роль в общественной жизни и в политической жизни. И вот, собственно, отличие между Россией и западными странами и посвящена вот та дисциплина, которую я веду и в рамках которой я пытаюсь выявить основные отличия с точки зрения менталитета, с точки зрения традиций и с точки зрения истории христианства на Западе и в России. Ну, вот, я вижу, что вопросов, наверное, больше никаких нет, поэтому большое спасибо за внимание. На этом я свою лекцию заканчиваю. спасибо за внимание. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!